5 ноября 2013 года закон о безопасности дорожного движения разделил существующий автотранспорт на большее количество подкатегорий таким образом категорий водительских удостоверениях стало гораздо больше добрый вечер это актуальный разговор меня зовут тимофей вагнер сегодня мы будем говорить о том что произошло 5 ноября 2013 года конкретно с нашими водительскими удостоверениями или с теми удостоверениями которые будут только выдаваться как-то это мимо сми прошло тихо и не очень заметно но тем не менее возмущение начинаются и идут со стороны неожиданно но тем не менее мигрантов со стороны людей которые только сейчас начали учиться на водителя на автолюбителя и вот сейчас только мы начинаем понимать что же это за закон у меня в гостях автоюрист мой сегодняшний гость артем патрин здравствуйте артем здравствуйте тимофей и так будем разбирать эту тему начнем во первых миды обр науки или мин автотранс что-то такое какой ты из министерств имеет отношение да две эти организации как раз таки имеют отношение к этому федеральному закону за номером 92 который касается изменений выдачи и получений а также в количестве категорий и под категории так как вели еще и под категории вот именно водительских удостоверений образование тут причем но данная организация кстати самое интересное что данная организация теперь будет заниматься разработкой вот этого проекта целиком касательно получения водительского то есть все нормативные акты технологию получения по всем вот этим категориям это министерство образования и науки то есть у нас наука сейчас на дороге вышла ладно хорошо то есть они но пока он еще не придуман они разрабатывают стадии но федеральный закон вступил это понятно да а как реализовывать еще пока не знают отлично по-российски очень у нас уже вступила но все сыро но все впереди друзья встретимся на дорогах называется хорошо итак насколько я понял этот закон прежде всего как-то ударил по автошколам то есть многие автошколы говорят о том что вот эти под категории это лишняя трата денег это покупок покупка машин с автоматической коробкой передачи обязательно это увеличение количества часов как они хотят требуется количество по-моему а еще разбивается на какие-то части сам экзамен и так далее вот автошколы вот о них что какие изменения точнее этот закон как коснулся автошкол этот закон коснулся автошкол очень серьезно во первых теперь сама процедура получения водительского удостоверения усложнилась усложнилась она следующим она теперь состоит из двух основных частей это сдача теоретического и практического экзамена непосредственно в автошколе то есть компьютер и площадка да туда выезжает сотрудник который принимает этот экзамен в последующем случае сдачи этого экзамена в каждую школу конечно сотрудники да да после чего уже человек который прошел экзамен в автошколе едет у нас в данном случае на модельную и сдает там уже сам город саму процедуру города раньше насколько вы помните все сдавалось непосредственно там модель да теория практика и город теперь это все разделили далее далее ужесточили касаться стоп 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 вот еще что а что касается каких-то региональных например где-то не знаю в небольших городах автошколы ну здесь будут сложности ну то есть человек может там сдать то есть там же местный наверное какой-то сотрудник гибдд есть ну возьмем маленький какой-то район я не знаю вот ну там арский район но в данном случае будут какие-то подзаконные акты которые будут четко регламентировать этот момент у нас сейчас пока да у нас сейчас пока неизвестно как вообще это будет проходить есть только теоретически как это выглядеть должно но в данный момент а в данный момент права выдают старого еще образца ну как старого полустарого ну скажем тогда старой категории в но в но упаковке ага но то там уже есть вот эти все один на два и так далее да хорошо так и еще что второе касательно автошкол да вы правильно сказали тимофей теперь необходимо будет при сдаче учитывать автоматическая коробка передач либо механическая но это не бред но на самом деле я считаю что это не бред почему по очень простой причине что в большинстве случаев у нас народ обучается на коробке автомат так покупают сейчас автомобили иномарки именно с коробкой автомат и у них возникают сложности при пересажки на автомобиль с механической коробкой то есть им это делать намного сложнее я не понимаю гибдд если мы едем на модельную там кроме вот этой раздолбанной семерки там ничего нет сейчас же автошкола тоже предоставляет автомобиль то есть а то есть помимо того что автошкола действительно тогда будут страдать то есть ты еще и машину гибдд все понятно хорошо еще такая же автошколы говорят о том что надо увеличивать количество часов точнее они не говорят это говорят курсанты которые учатся там 30 часов по моему сейчас я не знаю сколько там нормативные вот эти все 30 часов по моему да сейчас количество часов которые накатывают курсант действительно очень мало потому что за это время они не успевают не только научиться они ничего не успевают ничего да абсолютно верно я считаю что практика должна быть такая же как была во время скажем так 90-х годов начала двухтысячных когда обучались молодые люди и девушки в специальных учреждениях при школе еще когда не накатывали за год за два большее количество часов нежели сейчас но законодатель также исключил самый главный момент который позволял попадать за руль людям которые были вообще не подготовлены то есть все наверное часто сталкивались таким моментом когда человек ездит и скажем так мы видим что он не умеет управлять автомобиль он не едет да грубо со всеми нарушениями как положено это исключение такого параграфа как сдача экстерном теперь нельзя самостоятельно подготовиться и прийти в гаи сдавать есть законодательно вот как-то конкретно что касается этого закона сколько времени вот обязан учиться или потому что в разных автошколах там два месяца там три месяца там четыре месяца там полгода сейчас пытаются это все как раз таки собрать в один един в одно единое решение да и четко определить количество нормированных часов но никто не запрещает автошколам просто увеличивать за дополнительную плату эти часы вот поэтому я же говорю это выгодно автошколе они 30 часов откатали а дальше будь добр сам плати но тут понимаете ситуация в следующем что человек может откатать только 30 часов и не захотеть платить еще но при этом инструктор же может подойти скажем так халатно к его обучению ну да и он будет просто не подготовлен и он соответственно не сдаст вот в этом случае надо ужесточить наказание для автошкол чтобы они более четко и точно подходили к обучению слышал еще слухи такие у нас по республике ходят о том что вообще хотят чуть ли не сокращать огромное количество автошкол и делать какие-то прям центры слухи такие ходили подтверждение этому пока нету да ну вот если если так случится это нормально будет это удобнее будет это уже указывает большей частью на монополию ну да вот а монополия не всегда по крайней мере у нас никогда не приводила к хорошему все понятно хорошо идем далее следующий вопрос что касается вот этого нового закона это мопеды вот это наверное единственный плюс этого закона да да действительно очень интересное введение категории мопеды и в данном случае хотелось бы сказать следующее на сегодняшний день федеральный закон вступил в законную силу управление мопедом без категории м недопустимо это подразумевает штраф но так как мы до сих пор не можем пройти обучение по причине того что программа обучения не готова категории м получить невозможно ага и на сегодняшний день никто заколдованный круг обычно никто не смог пояснить то есть если сейчас опять очередной 14-летний не очень еще выросший умом юноша несется без шлема то его штрафовать нельзя да почему то есть штрафовать можно конечно но он управляет без без водительского удостоверения во-первых во вторых есть теперь благодаря новому федеральному закону за народом 92 введено возрастное ограничение то есть теперь управлять мопедами можно с 16 лет не ранее велосипед они туда не включили пока нет но надеемся это все 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 автотранспорт это считаю да абсолютно верно скейтборды скоро уже на ролики ладно и и что что касается мопедов я так понял 16 лет 16 лет так а выход какой ситуации если человек действительно ему удобно ездить на мопеде но у него нет категории у нас вот в самом законопроекте который скажем так от 7 мая часть этого законопроекта вот так там было разрешение указывающее что при наличии водительского удостоверения человек может управлять мопедом это если категория б или а неважно если есть категория то есть человек знает правила дорожного движения он сдал квалификационный экзамен может управлять то есть любой человек у него в правах любая категория на ему м уже не обязательно до 5 ноября 2013 года а вот сейчас вот сейчас у меня есть водительское удостоверение сейчас вам обязательно категория им нужно обязательно мне надо еще раз сдавать что ли как ну да вы придете сдадите экзамен но сдать я не смогу по той причине что еще м это не вступила да да нет еще правил приема экзамена по категориям вот этот бардак друзья который так так и непонятно хорошо что мы не на мопедах все ездим пока на автомобилях хотя наверно там тоже много непонятного об этом мы поговорим сразу после рекламы возвращаемся это актуальный разговор меня зовут тимофей вагнер сегодня мы говорим о водительских удостоверений 5 ноября 2013 года они поменяли свою форму но как я выяснил со своим гостем у меня в гостях артем патрин автоюрист мы выяснили то что закон то вступил силу то есть штрафы уже берут но сами водительские удостоверения как и что вписывать еще ничего не сделано то есть сам закон вступил но как его исполнять еще никто не знает хорошо мы продолжаем и вопрос обычный тот который и на сайте и в интернете их полно этот вопрос как менять старые и когда менять старые на новые и сколько будут длиться эти новые старые но по данному вопросу могу ответить следующее во первых торопиться замены их не следует они будут действовать на весь срок на который они выданы это составляет 10 лет с момента получения после за водителем сохраняется та категория на которую он сдал единственный вопрос возникает а присвоение категории b1 и b2 так категории c1 c2 а в правах нету b1 ой просто бы вот как у меня например в правах вот в новых правах там будет указана категория b ага и либо b1 понятно это квадроциклы например сейчас мы посмотрим как примерно будут выглядеть будущие права вот на экране сейчас выведем и будем продолжать итак b1 b2 а просто b1 b категория b это человек который управляет автомобилем вот у меня сейчас и я потом мне закончится срок и какие права получу такие же с категории b b b так как вы получали права до федерального закона то у вас останется просто категория b если после то там появится отметочка коробка механика либо автомат все понял хорошо также появляется категория b1 категория b1 подразумевает управление квадроциклами вот и также трициклами то есть трехколесными вот также появляются дополнительные различные категории и под категории категории например b c и d то есть автобусы грузовые то есть появляются ограничения по количеству мест в автобусе по тоннажу то есть по весу автомобиля там прям несколько категорий или да начинаются категории понятно не пойму только смысл конечно для чего это сделано то есть если человек управляет грузовым транспортом то он может везти как 40 человек так и 15 человек но законодатель вносит изменения но я ужесточать требованиям потому что да мы должны выполнять закон это первое правило единственное что сделайте этот закон друзья в это как бы все вступило но ничего не понятно что мы нарушаем и какие права хорошо то есть вот эта новая карточкой и сейчас хорошо вот сейчас те люди которые в данный момент учатся в школах ну еще там учиться им два месяца через два месяца на они в любом случае получают удостоверение то которые получали год назад и два года назад нового образца нового образца но все-таки уже там будет это b1 b2 нет они получат категорию на которой они обучались вот опять не понял нового образца это новый который в 11-м году да просто сами сами водительской старин я думаю что сейчас то будет еще супер новые нет нет остается то же самое исполнение водительского старения просто в нем появится вот эти более мелкие под категории также появится две новых абсолютно новых для нашего обычного скажем так автомобилист категории это трамвай и троллейбус Так, это для водителей трамваев и троллейбусов? Да, абсолютно верно. То есть у них будет водительское удостоверение, где будет указана категория трамвая, либо троллейбуса. А сейчас что? Вот водители трамвая, они... Сейчас у них отдельная, совершенно не относящаяся именно к... Ну понятно, я думаю, что водителей трамвая не так много, и троллейбусов тоже. Семаффи, зато вы можете обучиться и тоже не водить. Да я как-то... Нет, спасибо, спасибо. Теперь что касается того резонанса, который, по крайней мере, в Москве, и во многих подмосковных городах, да и у нас тоже, в Казани, это коснулось наличия иностранного водительского удостоверения, оно вот в связи с этим законом не является официальным. То есть теперь иностранный человек, то есть, например, у него права там Кыргызстана или там Туркменистана, они недействительны. Смотрите, хотелось бы сказать следующее. Любое водительское удостоверение страны, которая подписала конвенцию, существует конвенция, которая подразумевает использование водительского удостоверения за пределами государства, в котором оно было получено. Условие следующее. Оно должно быть выполнено на одном из официальных языков, это либо французский, английский. Также должна присутствовать у водителя, который управляет с этим водительским удостоверением, специальная копия, нотариально заверенная, подтверждающая перевод данного удостоверения на язык государства, в котором он находится. То есть у него в правах, например, должно быть его язык, потом должен быть английский язык, и еще он должен возить с собой бумажку, что с его родного языка переведено на русский. Понятно, но тем не менее, я же говорю, почему эти маршрутчики-то, ну, по крайней мере, московские так точно, они там все приезжие, ну, как все, большинство, и они вот со своими, я же видел конкретно там в новостях, кыргызские какие-то права. Да. И там вроде как на английском-то есть, но тем не менее им сказали, что вы будете получать российское удостоверение, чтобы ездить здесь. В данном случае, Тимофей, немножко другая ситуация. Я сейчас озвучил ситуацию, когда человек приехал в страну, допустим, в Россию, из любого другого государства, и перемещается там на своем автомобиле. Если же он приехал сюда с целью работать, и работает в какой-либо организации, где его, скажем так, рабочая обязанность — это управлять транспортом и перевозить людей, либо что-то перевозить, и это его работа, тот он обязан по закону, и это было не только сейчас, и до этого, он обязан получать водительское удостоверение нашего государства. Ну, странно, ездили до этого, а вот именно этот закон их почему-то взбаламутил. До этого ездили они с этими правами? До этого да, до этого никто их вопросом плотно не занимался. — Ага, понятно. То есть автоматически сразу то, что если мы с российскими правами едем за границу, то эти права считаются международными, наши. — Да, наши права считаются международными. И ни в одном государстве еще не сталкивался с собственной практикой по поводу перевода на их язык. — Все понятно, то есть можно. Хорошо. Итак, какие права, вот сейчас вот очень много, почему мы говорили новые, суперновые, не очень новые, какие права действительны вот в данный момент, потому что есть еще с советских времен вот эти бумажки у некоторых людей. — Ну, понятно. Водительское удостоверение, которое выдавалось ранее, действительно, в течение 10 лет, либо в течение всего срока, на который оно выдано. — Ну, раньше, в советские времена, без ограничений. — Да. — Бессрочно. То есть эти права до сих пор... — Да, они до сих пор действуют. — И они будут действовать? — И они будут действовать. — Ага, все понятно. — Просто с этим водительским удостоверением вы не сможете покинуть территорию Российской Федерации. — Есть какие-то подковырки в этом законе? Есть вот что-то такое, что мимо водителей пройдет. — Федеральный закон принят. Как сложилась практика, у нас принимаются законы, потом принимаются поправки. В настоящий момент есть информация полагать о том, что большое количество поправок уже к нему готовится. Пока подводных камней в этом законе нет, за исключением тех, о которых мы уже поговорили. — Ну, вот это мопеды, переделка и то количество категорий, которые... — И самое главное, как получать эти категории. — Как их получать. — Пока Минобор науки и Минтранс спорили, но сейчас Минобор все-таки принял решение самостоятельно этот документ подготовить. Будем ждать, будем надеяться. — Будем надеяться, действительно, что они что-то хорошего сделают. — Друзья, вы можете в нашей группе ВКонтакте задавать любые вопросы, которые касаются непосредственно автоюридической темы. Я их адресую Артему, и он обязательно ответит на них, потому что вопросов очень много, и я думаю, это не первая, не последняя передача, которая касается непосредственно автоправ, автолюбителей. Перед тем, как мы начали эту программу, мы очень много говорили о видеорегистраторах. Ну, ограничение 40 и так далее. Вот эти все моменты и все вот эти вопросы. Что нового нас ждет, если вот есть уже какие-то юридические там, не знаю, информаторы? В 2014 году будут какие-то приняты законы и так далее? Может, про промилле там опять возобновится, еще что-нибудь? — Нет, у нас самое большое ожидание, всех водителей ожидает большой самый сюрприз, можно так его назвать, это уменьшение скоростного режима в городах и на трассах. — Это вот, все так полагают, в 2014 году. — Да, хотели изначально, как бы пропагандировали о том, чтобы ввести это еще в 2013 году, но посчитали, что это будет слишком жестоко для водителей, и решили ввести в 2014. Это по городу будет ограничение максимально 50 километров, в приоритете 40. — Хорошо, это мы будем ждать в 2014 году. Ну и пожелания теперь всем зрителям в новом году. — Всем зрителям хотелось бы пожелать, чтобы у них никогда не возникали проблемы с сотрудниками ГИБДД, чтобы у них всегда было все хорошо, и самое главное — не нарушайте. Если мы не будем нарушать и будем уважать друг друга на дороге, тогда будет все у нас замечательно. — Да, и тогда вообще не будет такого подразделения, как ГИБДД, представляете? Так что все в наших руках. Это был актуальный разговор. Большое спасибо, Артем. У меня в гостях был Артем Патрин, автоюрист. Увидимся и услышимся. До свидания.